Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала маркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал по маркет с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим, размещаем большое количество аналитического контента для того, чтобы у вас было больше информации, необходимой для принятия торговых решений. Сегодня итоги двухдневного заседания американского регулятора. Каждый раз, когда в последней неделе мы касались перспективы доллара, а это было практически каждый день, это было каждый день, мы конечно же ориентировались на вот это вот крайне важное для всех рынков событие, поскольку прекрасно понимали, как и все участники рынка, трейдеры, инвесторы, как все сообщество, которое следит за макроэкономическим фоном, что решение американского регулятора напрямую скажется, повлияет на динамику доллара. Доллар в свою очередь приведет в движение все прочие рисковые активы и задаст, возможно, новый локальный тренд. Сегодня, друзья, заседание американского регулятора, решение по процентной ставке в 18.00 по GMT в 18.30 состоится в пресс-конференции руководства Федрезера, в частности, пресс-конференции выступления Джерома Паула. По поводу ожиданий, я сразу хочу сказать, друзья, что волатильность, которая ожидается сегодня, точно станет рекордной за довольно продолжительный период времени. Ну, во-первых, слишком уж сильные спекуляции на тему вот этого повышения процентной ставки. Во-вторых, есть вероятность того, что рынок получит и увидит решение, которое несколько расходится с ожиданиями, и в этом случае всплеск волатильности может оказаться еще более значительным. Если говорить по факту того фундаментального фона, который мы с вами накопили за последнее время, то, конечно же, сегодня у американского регулятора есть все вводные, чтобы третий раз подряд повысить процентную ставку на 75 базисных понтов. И самый главный триггер условия необходимости, важности этого условия и такого шага стал последней, последняя статистика, которая была опубликована неделю назад, это данные по инфляции, когда мы увидели скачок базового индекса потребительских цен с 5,9 до 6,3 процентов. И в этот самый момент стало очевидно, что рост базовой инфляции продолжается уже не первый месяц подряд. И, возможно, рост цен на все системно образующие категории товаров уже стал самоподдерживающимся. Это значит, что прежние меры, которые были предприняты американским регулятором, не приносят должного результата. И если ФРС, как он анонсировал и неоднократно подчеркивал ранее, прежде всего основной задачей цели в виде борьбы с инфляцией, то, конечно же, он должен предпринимать дополнительные шаги и делать еще больше усилий, которые предполагают, конечно же, ужесточение монетарной политики и, возможно, более активное повышение на процентной ставке. На данный момент, друзья, индекс доллара котируется на отметке 110 пунктов. Мы сделали нашу долгосрочную цель, которые шли очень длительный период времени. Если профит, который уже есть в моменте, вас устраивает и вы понимаете, что всех денег на финансовых рынках не заработать, то моя рекомендация вам фиксироваться перед столь значимым фундаментальным событием, смотреть на происходящее со стороны и после того, как уже пыль усядется, снова возвращаться на рынок. Потому что реакцию по факту сегодняшнего решения американского регулятора в моменте проследить очень трудно. Мы, конечно же, можем сказать, что долгосрочная тенденция останется направленной на укрепление курса американского доллара. Это действительно так, я могу заранее сказать, потому что после текущего заседания американского регулятора будет заседание в ноябре, в декабре, ставку там точно снова будут повышать. И, в принципе, уровень нейтральной процентной ставки может уже в первом квартале 2023 года оказаться существенно выше 4%. И это будет долгосрочным фактором роста для индекса доллара. Но прежде чем индекс американской валюты рванет в район 112-113 пунктов, сегодня реакция первая может быть неоднозначной. И вполне возможно, что индекс доллара легко может просесть, прежде чем впоследствии набрать достаточную высоту. Мы сегодня будем следить не только за решением по процентной ставке. Мое субъективное мнение, что ставку, если разделять и присоединить его к мнению большинства, ставку повысить на 75 базисных пунктов. 80% за такой исход, 20% трейдеров полагают, что ставку повысить на 100 базисных пунктов. Я думаю, что, конечно же, американскому регулятору можно попробовать сделать больше, но какой ценой? Ведь такое повышение процентной ставки на 100 базисных пунктов может спровоцировать обвал значительный, больше чем на 5-7% американских фондовых рынков. И американский регулятор Федрезерва это прекрасно понимает, готов ли он пойти на такую жертву. Вот, собственно, сегодня мы об этом узнаем. Помимо повышения процентной ставки, конечно же, будут подробности по программе количественного ужесточения. Я думаю, что сообщат о более высоких темпах избавления от облигации. И американский регулятор пересмотрит прогнозы по экономическому росту, прогнозы по росту ключевой процентной ставки. Я только что отметил, что она, нейтральная процентная ставка, может быть обозначена уже на уровне выше 4%. Ну, например, на отметке 4.25, потому что, в принципе, в первом квартале 2023 года ставка туда непременно придет, даже если сегодня американский регулятор повысит ее всего лишь на 75 базисных пунктов и не пойдет на повышение ставки на 100 базисных пунктов. Напомню еще, что в ноябре-декабре также ставка будет повышена. По консенсус прогнозам это в совокупности двух повышений будет еще рост на 75 базисных пунктов, и в целом мы получаем уже ставку в районе 4%. Это, друзья, долгосрочный взгляд на индекс доллара, который при таком подходе американского регулятора будет создавать условия неизбежного роста этого инструмента. Тем более, что доходность американских облигаций уже котируется на рекордных показателях за довольно продолжительный период времени. По десятилеткам это максимум больше, чем за год. 3,56% двухлетней облигации, я не оговорюсь, находятся сейчас на максимумах за последние 15 лет. Если вы посмотрите на то, как сильно разнятся доходности бумаг с косочным периодом обращения и бумаг с более длительным периодом, то есть двухлеток, десятилеток, мы придем с вами к термину инверсии кривой доходности, который ранее я уже отмечал, являющийся предвестником грядущего экономического кризиса. Ну и, конечно же, в этой связи тоже у доллара будет куда больше шансов на рост по сравнению с любыми другими финансовыми активами. Сегодня, еще раз отмечу, друзья, мы будем следить за всеми инструментами, как и всегда. Европейская валюта сейчас постепенно снижается к уровню 0,99. Актуальные котировки 0,99,64. Ухудшение экономического фона. Лагар вчера отметил, что инфляция находится на значениях, которые действительно повышают риск рецессии. И я думаю, что с этим все согласятся, потому что мы с того знаем, насколько запредельная инфляция является сейчас в европейском сайте. Понимаем, что в предстоящий зимний сезон она, скорее всего, достигнет новых пиковых уровней. В целом, евро будет испытывать дальнейшее давление американского доллара, и, как мы отмечали ранее, придет к уровню 0,98. По фунту долгосрочные цели тоже дальнейшее снижение. По американскому фондовому рынку вчера были очень близкие к цели 3,800, лоу был 3,842 пункта по индексу S&P. Но, опять же, друзья, давайте вернемся к тому, с чего я начал. Я обычно это не свойственно мне, я стараюсь дать вам множество ориентиров по целому ряду финансовых активов. Но, поскольку я прекрасно понимаю, что текущее событие, событие с сегодняшнего дня будет крайне значимым, я бы все-таки рекомендовал вам оставить в арсенале, в работе не больше одной-двух сделок. Лично я для себя уже принял решение, что сегодня я сфокусируюсь только лишь на индексе доллара, который котируется в районе 110 пунктов. Прочие финансовые активы я оставлю пока за периметром тех инструментов, которыми торгую. То есть, фактически, в работе у меня будет только индекс доллара. Друзья, я рекомендую прислушаться к этой рекомендации вам, потому что, если рынок поведет себя не так, как мы ожидаем сегодня, то на возвращение рисковых инструментов, даже к тем уровням, на которых они находятся сейчас, понадобится не одна неделя. И чтобы не сидеть и не ждать, когда же все-таки будет долгожданный откат, я предлагаю в сегодняшний день понаблюдать за происходящим и уже впоследствии перейти к повторной торговой активности, шортить риски, но потенциально с более высоких уровней. Если сценарий будет другой и инструменты рисковые обвалятся до конца текущей торговой сессии, ну, ничего, опять же, не дозаработаем пары процентов, но заработаем еще больше, поскольку остаемся преданными фундаментальному фону и долгосрочным взглядам. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!